Хочу поговорить с вами о чувстве, которое часто посещает меня и которое очень неприятно осознавать, потому что оно исходит не из самых лучших твоих качеств. Это чувство можно назвать по-разному. Ты недостаточно хорош, все вокруг успевают, а ты нет, ты отстаешь от жизни, тебя недостаточно таким, какой ты есть сейчас, и тебе надо прокачать то, 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 еще 10 навыков и только тогда принять себя. Ты должен быть лучшим, дальше, выше, быстрее, сильнее других. Как будто ты должен был сделать все свои запланированные дела еще месяц назад, и они висят на тебе грузом. И есть вот все эти какие-то мифические, успешные люди, которые все успевают, продуктивные, такие счастливые, у них все классно. А ты чувствуешь себя в отстающих. И самое главное, отстал от чего? Почему отстал? И откуда вообще это чувство появляется? Пытаясь найти ответы на эти вопросы и общаясь с разными людьми, я понял, что это чувство в том или ином проявлении есть не у меня одного, и многие гости моих подкастов также испытывают его. Я проходила этот период для себя, что ты недостаточно хорош, ну то есть относительно том цифрового мира, недостаточно эффективен, продуктивен, а вот эти вот успешные успехи, которые окружают нас вокруг. Моменты, когда я встречалась с друзьями, ты не представляешь, я вроде сижу с человеком вот так вот общаюсь, а у меня внутри такая дрочка идет, типа ты не дома, ты не работаешь, ты не тратишь. Сама себя, короче. Да, ты типа тратишь время зря. Я считала, что, блин, ну эти же люди могут, да, эти же люди могут, ты смотрела, думаю, о, этот чувак там успевает все, я тоже так хочу, чем я хуже? По факту ты ложишься, думая о работе, и встаешь, думая о работе. Ну это же тоже все непросто. Комплекс был такой же, типа, я буду работать, потому что мне нужны бабки, потому что в детстве у меня не было бабок, я хочу там пожрать, купить себе там Apple Watch, iPhone и бабла бабла. Это все комплексы. И возможно, кто-то из вас смотрит мои видео и соцсети и думает, что я живу какой-то необычной и счастливой жизнью, у меня вообще нет проблем, но это не так. Потому что, естественно, как и все, я стараюсь выкладывать в соцсети только лучшие моменты своей жизни, которыми хочется поделиться. Но есть куча всего, что остается за кадром. Стресс, страх, тревоги и сомнения, чувство зависти, вины, долгое или сожаление. В общем, я рефлексировал над этим своим чувством, вечной спешки и недовольства собой. И пришел к тому, что, мне кажется, оно исходит из нескольких причин. Я не принимаю себя полностью таким, какой я есть сейчас. Я очень много беспокоюсь и планирую будущее, забывая насладиться моментом настоящего. Я сравниваю себя с другими людьми, их достижениями и успехами и вписываюсь в конкурентную борьбу, которая мне не нужна, пытаясь доказать самому себе что-то, что, скорее всего, мне тоже не нужно. Я гордый и в чем-то тщеславный. Мне нравится чувствовать, что я в чем-то лучшее, и хочется, чтобы мой труд был востребован. И на пути к своей цели я могу начать жертвовать временем на себя и своих близких, что ужасно и не нравится мне больше всего. Вчера я дочитал книгу «Шпиль» Вильяма Голдинга, и в ней рассказывается про человека, одержимого страстью созидания. Так что он не замечает проблемы вокруг и жертвует близкими людьми, и я понял, что не хочу быть таким. Я успокаиваю себя мыслями, что жизнь непредсказуема, ты не можешь представить, где ты будешь через полгода, и не говоря уже о планировании на несколько лет вперед. Уметь остановиться, сделать паузу и насладиться моментом не менее важно, чем идти к своей цели. И если ты трудоголик, как я, то, видимо, надо закладывать время в расписание на отдых. И вообще успех каждого индивидуален и во многом случайен, и нет никакого смысла примерять его на свою шкуру, так как тот человек был в совершенно других обстоятельствах, и у него другая жизнь. И на многие вопросы я по-прежнему не знаю ответов, и не смогу разложить вам все по полочкам и дать четкие инструкции, советы. Я сам в поиске. Но мне кажется, кое-что я понял, несмотря на тысячи мотивирующих роликов, пропагандирующих достижения, успех, конкуренцию. Теперь я не считаю это самое важное в жизни. Я тоже раньше думал, что это правильно достигать, превознемогать, делать больше и лучше. Но сейчас мне кажется, что с этим есть какой-то определенный перебор, и это плохие качества, потому что они решают тебя определенной радости от жизни. Вместо того, чтобы радоваться тому, что имеешь, ты находишься в постоянной гонке за какими-то будущими целями и благами. Самое неприятное, что погрузившись в YouTube, я понял, что он стимулирует это чувство еще больше. Он может дать тебе какой-то буст подписчиков, а потом резко убрать твои видео из выдачи, и ты будешь чувствовать себя дерьмово, потому что ты был таким востребованным, и все у тебя было классно. Ты получаешь дофамин от того, что люди хвалят тебя и восхищаются твоей работой. Потом раз, и все это резко пропадает и снижается в разы. У меня это не очень выражено, так как я долго шел к набору аудитории и ожидал, что когда-то наконец-то что-то произойдет. Но есть люди, кто резко стартанули, и потом их рост так же резко остановился, и они начали утрачивать смысл и продолжать свое творчество, потому что это как уже какая-то... Ну, они не видят смысла, почему? То есть им сразу дали такой успех, и сразу же его отняли. В общем, это нездоровая часть ютуба, и я понял, что чуть не ввязался в очередную конкурентную войну за просмотры и подписчиков на моем канале, и чуть не позабыл, зачем я вообще это делаю. В общем, я хочу, чтобы это видео было напоминанием для меня самого, так как я начинал этот канал, чтобы делать то, что мне нравится, и делиться с вами важными для меня вещами, а не погружаться в еще большее количество стресса и обязательств, которых и так достаточно, я думаю, не только в моей жизни, но и каждого из вас. И последнее, если у тебя есть подобные чувства и мысли, то знай, ты такой не один, и надеюсь, мы вместе найдем дорогу к более гармоничной и счастливой жизни. Раньше я гнался за этим, то есть я типа, новый айфон надо купить, новый там там, а потом я понял, что это все, ну, как бы, окей, но вот тут важнее. Когда ты только, наверное, осознаешь для себя, что вокруг точно такие же люди, и ты там ни лучше, ни хуже, ты такой, какой ты есть, и у тебя есть свои ресурсы, да, то есть кому достаточно спать 6 часов, а кому-то 9, и здесь важно, наверное, прислушиваться именно к себе. Я поняла, что я могу выбирать, ну, то есть, как бы, с одной стороны, я это сама все выбирала, но выбирала по факту, смотря на других людей и ассоциируя себя с этими людьми, что я тоже, я это все могу, 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 а по факту, вот если вот я прям выбирала бы, я бы гармонию выбрала какую-то. Делай в своем темпе, не надо никуда торопиться.